Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой и в начале выпуска «Коротко о главном». Вопросы развития Алейска обсуждают сегодня с местными властями и жителями Виктор Томенко в рамках рабочего визита. «Наше золото». Алтайский спортсмен стал победителем первенства мира по огребле на байдарках и каноэ. Необычный спектакль представили в Бурнауле. Эта сказка не про добро и зло, а про кредиты, пенсию и финансовых мошенников. Начнем выпуск с оперативной информации. Четырехлетнего малыша нашли ночью у дороги в микрорайоне Белоярск. Одинокого плачущего ребенка случайно обнаружила жительница Новоалтайска, когда возвращалась с работы домой. Полицейские оперативно нашли родителей и передали им ребенка. Все обстоятельства происшествия выясняются. Вот что нам рассказали в краевом главке МВД. Да, действительно, такой случай был. Мы подтверждаем это. Ребенок был найден недалеко от своего дома. По предварительной информации, семья благополучная. В настоящее время сотрудниками полиции собран материал и он передан для рассмотрения в административную комиссию. Продолжаем выпуск. Задачи социально-экономического развития Алейска сегодня обсуждает с местными властями и жителями города в Рио-Губернаторе Алтайского края Виктор Томенко. В центре внимания подготовка объектов теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному сезону. Новыми подробностями прямо сейчас с нами готов поделиться Владислав Кириенко. Он находится в Алейске. Владислав, вы эфире. Анастасия, приветствую еще раз. Одна из главных новостей, связанных с визитом Виктора Томенко-Валейска, это, конечно же, установка новой современной модульной котельной. Она позволит закрыть сразу пять устаревших объектов энергосбережения в городе и оптимизировать работу всей теплосистемы. Так, по словам специалистов, более чем на 20% снизятся затраты на электроэнергию, на 18% на топливо и еще на 12% на транспорт. Еще один важный момент. Новая котельная позволит снизить разгрузку, точнее не снизить, а даже полностью снять нагрузку с котельной предприятия «Алейск зернопродукт». И это, по мнению экспертов, позволит предприятию расширить возможности и также создать новые рабочие места. Ну и также добавлю, что в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону в Алтайском крае смонтируют 13 модульных котельных. На этом у меня вся информация к данной минуте. Я передаю вам слово в студию. Владислав, спасибо. Ждем от вас подробностей в следующих выпусках, а пока продолжаем. Госпошлина за оформление загранпаспорта подорожает в России с 3 августа. Правда, изменения коснутся только биометрических документов, изготовление которых обходится дороже за счет применения электронного чипа. Итак, за изготовление такого загранпаспорта совершеннолетним гражданам придется заплатить 5000 рублей. В 2500 обойдется документ на ребенка. Напомним, срок действия биометрического паспорта составляет 10 лет, но по-прежнему жители края могут выбрать другой вариант – заказать загранпаспорт старого образца. Его срок действия всего 5 лет, но и госпошлина дешевле – 2000. Получить документ любого образца по еще более экономной цене со скидкой 30% можно, подав заявление через портал Госуслуг. Барнаульские ученые выиграли грант на исследование эффективности уникального прибора. Они создали дыхательный тренажер, который используют при восстановлении после кризов, инфарктов и инсультов. Подробности далее. В свои 66 Иван Иванович Шаров не по годам бодр и энергичен. При том, что 10 лет назад пережил ишемический инсульт, а после него редко кто восстанавливается. У пенсионера парализовала левую часть тела, не двигалась рука, трудно было говорить, дышать, ходить. По счастливому случаю в то время барнаульские ученые изобрели уникальный дыхательный тренажер. Уже через месяц терапии Иван Иванович пошел на поправку. С тех пор три раза в год проходит поддерживающую терапию на этом аппарате. Задышать полной грудью помог вот этот простой на первый взгляд прибор, напоминающий обычный ингалятор. Однако принцип работы отличается кардинально. Во время процедуры пациент дышит углекислым газом и при этом испытывает гипоксию, нехватку кислорода. По словам разработчиков, такая терапия приводит клетки организма в тонус и они усиленно обновляются. Дыхательный прибор, дыхательный тренажер, который является медицинским прибором. И он предназначен для всех, у кого есть проблемы с поражением органов в связи с нарушением кровообращения. Инсульт, инфаркт, ДЦП, другие более редкие локализации, например. Ученые уверяют, их тренажер помогает справиться с последствиями тяжелых заболеваний и улучшает состояние организма. Например, дети с ДЦП после дыхательной терапии начинают лучше говорить и двигаться. А пережившие инфаркты и инсульты даже больше. Могут восстановиться полностью. Специалисты уверены, этот чудо-аппарат способен продлить жизнь человека минимум на 5 лет. Его используют и здоровые люди для профилактики сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Например, спортсмены. Тренировки для достижения положительного эффекта должны продолжаться в среднем около 2-3 недель. То есть формула простая. Ежедневно 20-30 минут, 2-3 недели с интервалом 2-3 месяца. Ученые уже оформили 12 патентов и завоевали с разработкой несколько грантов. Последние 3 миллиона рублей получили от Российского научного фонда. Средства направят на применение прибора в качестве лечения сразу после инсульта или криза, а не как дополнительную терапию. Полина Жданова, Сергей Балуев. Новости. Благотворительным фонд «Дари добро» провел марафон «Особенная мама». Для детей с диагнозами ДЦП и аутизмом их родители организовали мастер-классы и конкурсы. «Особенная мама» – это бесплатный социальный проект. Помимо мастер-классов в программе «Розыгрыш призов» и «Сладкий стол». Никаких забот, только веселье и общение. Отмечу, проект «Особенная мама» действует не только в нашем городе. Благотворительный фонд «Дари добро» организует такие встречи в Новосибирске, Омске и Анапе. Знаете, очень важно проводить такие мероприятия, потому что мамы в основном сидят дома, либо ездят по реабилитациям с детьми, и на себя у них вообще нет времени. Поэтому здесь они приходят, общаются, между собой делятся, каким-то опытом разговаривают про их общую проблему. Как с помощью сказки рассказать про банки, кредиты, пенсию и финансовых мошенников? Барнаульцам показали поучительный спектакль, где сказочные персонажи попадают в самые, что ни на есть, реальные ситуации. Мероприятие прошло в рамках проекта «Минфина России» и государственной программы «Алтайского края» по повышению финансовой грамотности населения. Главный герой сказки плохо знаком с основными понятиями финансового мира, и потому легко попадает в руки недобросовестных микрофинансовых организаций. И вот уже в дверь стучатся коллекторы, а герой сказки пытается разобраться, как он оказался в финансовой яме. А ведь все начиналось так хорошо, никаких поручителей, никаких документов, кроме паспорта, никаких банковских проверок. Хочешь получить деньги? Пожалуйста. Но, как выяснилось, под 700% годовых. А если все-таки взять кредит в банке? Вам следует узнать размер кредита, который готов предоставить банк, а также график его погашения. Тщательно изучите кредитный договор, а именно узнайте расписание платежей по вашему кредиту. Выплаты за суду формируются из главного долга, процентов по кредиту и дополнительных платежей. Интересная форма выбрана, в общем-то доступная информация звучала в разных и музыкальных, и театральных таких моментах. Поэтому, конечно, такие программы нужны. Просто скучные лекции, они как-то не очень входят в голову, особенно людям пожилого возраста. А вот в таком творческом оформлении этой программы, конечно, лучше запоминается. Чем дольше срок выплат, тем большую сумму вы заплатите. С одной стороны, вам кажется, что чем дольше вы будете выплачивать кредит, тем меньше необходимо платить ежемесячно. Но это кажущееся преимущество. За более длительный срок переплата по кредиту в виде процентной ставки будет больше. Определитесь, какую сумму вы можете выплачивать ежемесячно без ощутимого ущерба для семейного бюджета. И разделите общую сумму выплат на сумму ежемесячного платежа. Так вы получите идеальный для вас срок выплат долга. Я считаю, что эта тема очень нужна не только для пенсионеров и для молодых, которые работают, потому что я знаю, много берут кредитов, потом не знаю, что делать, как дальше жить. Это очень, конечно, нужная информация. Очень прекрасно, хорошо организованы мероприятия. Надо всегда показывать, как можно чаще, я думаю. Все очень хорошо. Хочу поблагодарить организаторов этого спектакля. Грамотность нужна всегда во все времена. Всю эту полезную для себя информацию главный герой сказки вместе со зрителями узнал, пройдя через множество тяжких и опасных для своего финансового благополучия испытаний. А полученными знаниями щедро делился со зрительным залом. Так сказка помогает нам становиться финансово защищенными, а значит избегать ошибок и неправильных решений в будущем. Владимир Токмаков, Роман Хайрулин, новости. И о спорте. Уроженец Благовещенского района Алексей Кунченко дебютирует в сильнейшей лиге мира UFC-турнире. Это будет первый в истории UFC-турнир на территории России. Он пройдет в Москве 15 сентября. Бой состоится в полусредней весовой категории. На стадионе Олимпийский наш земляк Алексей Кунченко встретится с известным бразильским бойцом Тиаго Алвеса. Бразилиц провел в ММА 34 боя, победив в 22 из них. Отметим, уроженец Благовещенского района Алексей Кунченко является обладателем пояса организации M1 Global. На счету российского бойца в ММА 18 побед и ни одного поражения. Артем Пискун из Алтайского края стал победителем первенства мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования среди спортсменов младше 23 лет прошли в болгарском Пловдиве. В первенстве участвовали гребцы 67 стран. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва имени Костенко Артем Пискун вместе с Сергеем Немовым, Кириллом Романовым и Михаилом Егоровым выиграл в каноэ четверке финальный заезд на дистанции 500 метров среди юношей до 19 лет. Результат победителей 1 минута 32 секунды. На втором месте команда Украины, на третьем – Германия. Отметим, Артем Пискун – первый победитель соревнований такого уровня среди юношей в гребле на байдарках и каноэ за всю историю спортшколы имени Костенко. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Его проведет Анастасия Борисова. До встречи.